Здравствуйте дорогие коллеги, уважаемые садоводы и огородники, а также любители декоративных растений. Сегодня мы с вами займемся тем, что продолжим работу с лавандой, точнее с ее уже укорененными черенками, а именно займемся тем, что будем высаживать ее в открытый грунт. Высаживаем мы ее, лаванду, в школку шириной метр двадцать, расстояние между каплями 40 сантиметров, соответственно между кустами расстояние также следует делать 35-40 сантиметров. Это для того, чтобы потом получить большие кусты. Вырасти красивые большие кусты могут только в условиях, когда они друг другу не мешают, не препятствуют развитию друг другу. Друг друга, скажем так. Итак, что мы делаем? Отмеряем кусты друг от друга расстояние около 35-40 сантиметров. То есть можно делать это на глаз, можно сделать себе какую-то небольшую линейку. Выкапываем ямки глубиной 10 сантиметров, ну скажем до 10. И извлекаем из кассеты черенки укорененные. Этот черенок, как видите, не совсем удачный, то есть он подсох немного сверху, но снизу идет зеленая поросль, то есть его мы оставляем. Вот этот черенок поинтересней. То есть старайтесь, чтобы земля не осыпалась с корня. Тоже садим вот таким вот образом. И далее в том же духе. То есть выкапываем ямку на расстоянии 40 сантиметров. Аккуратно извлекаем черенок и всадим в школку. Сейчас жарко, поэтому молодая поросль может немного привять или либо поломаться. Ничего в этом страшного нет. То есть черенки извлечены из парника, где у них были более комфортные условия, но имеется в виду для зеленой поросли. Здесь даже если она привянет, через время она наберет силу и начнет уже полноценно расти. Итак, друзья, можете видеть, что получилось. Закончил я работу. Длина школки получилась 21 метр. Ширина метр двадцать. Ширина между проходами 80 сантиметров. Вот полностью она уже засажена черенками лаванды. Как можете наблюдать. Включил капельный полив. Вот первые два ряда включил чуть раньше. То есть почва уже начинает промокать. Как можете убедиться. Расстояние между ремиттерами капли, ну то есть, собственно, между отверстиями капли 15 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы нормально пропиталась влагой почва. Ну что, на данном этапе все, друзья. Следующее видео будет о том, как садить лаванду в контейнеры, ну, горшки так называемые. Там есть некоторые нюансы, поэтому ждите следующее видео. Постараюсь как можно подробнее объяснить процесс и некоторые тонкости этого процесса. Ну а пока подписывайтесь на канал. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Ставьте лайки. И до новых встреч, друзья. До свидания. Всего вам доброго.